Песня «Сорочинская ярмарка» По данным Департамента внутренней политики Приморского края, из 158 народов, проживающих на территории региона, украинцы – одна из самых многочисленных национальностей. Их доля составляет 2,6% от всего населения края. Раньше места, где торговали с рук, называли «сорочьи». Так и пошло в ход название «сорочинская». Это значит торговать изделиями, сделанными своими руками. Традиция устраивать ярмарки существует и по сей день. В Приморье хватает мастеров, которые создают красивые сувениры, изящные и полезные в быту вещицы. Например, вот такая печка служит символом тепла, гармонии и благополучия в семье. «Сначала изготавливаются срезы, потом заготовка идет первого, второго, третьего яруса. Это на токарном станке точится около двух часов получается». А вот на такие изделия из скрученной бумаги уходит около двух недель. Татьяна Ивановна училась технике сама. Помощником был только интернет. Труды умелицы оценили как соотечественники, так и иностранцы. «Да, работала, потом как бы ушла на пенсию. Сначала полила вот так из трубочек, потом случайно наткнулась в интернет только на картинке. Ну, мастер-классов как бы я там не нашла, но сама додумывалась. Ну, а сейчас как бы сама вот выдумываю». Особым спросом на ярмарки пользовалась стилизованная национальная одежда и ручники. Гости праздника с удовольствием покупали керамику, украшения из бисера, славянские игрушки, обереги. К слову, многие горожане русскую культуру от украинской не отличают. «Это все славяне. Как нас различать? Мы все братья. Белорусы, славяне, украинцы, славяне, русские славяне. Мы все одной крови». «Лично я считаю, что Украина и русские, собственно говоря, одним медом мазаны. Поэтому, что славяне там были, что там. Поэтому это одно и то же». «Мы всю жизнь были братьями. А что верхана творили, мы не виноваты». Мальморцы помнили исторические корни, а также знали культурные традиции своего многонационального края. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.